всем привет с вами свяслав саражин из доминиканской республики и сегодня мы находимся в лавке частной лавке которая ведет торговлю для туристов специально для туристов и здесь у нас много всего я вам сейчас расскажу что предлагают туристам что здесь покупают познакомимся с хозяевами ну и вообще будет много интересного и мы сейчас познакомимся с хозяйкой этого магазинчика это и у них такое самое интересное обойкое место очень много туристов постоянно приходят американцы немцы французы итальянцы русские да еще куча разных национальностей и они торгуют вот всем что вы видите как я уже сказал основу составляет камень ларимар и он очень красив в подел в поделках в основном серебре золото не так хорошо выглядит а в серебре просто замечательно мерседес дамы вертур фавор посмотрите вот допустим вот такие вот поделки из ларимара в серебре сам ларимар вот так вот они выглядят все это сделано вручную вроде да по-детски но в этом-то и да вот говорит она что это серебро и очень красиво выглядит вот эти вот все штуки вот такие штуки и ларимар добывает несколько шахт есть в доминиканской республике еще нескольких стран но основу где правда производит и продают изделия из ларимара это доминикана из доминиканы выводит огромное количество этого камня он очень здесь популярен носят и местные и приезжие туристы и экспаты которые здесь уже осели очень приятный камень кроме этого здесь очень много янтаря местного янтаря это не тот янтарь который вы видели у себя потому что этот янтарь из смолы тропических растений и он здесь бывает зеленый голубой особенно голубой окей а соль она но сейчас мы посмотрим если голубой голубой янтарь потому что он очень редкий достаточно дорогой и для обычных туристов о посмотрите она говорит что здесь с этими смошками с москитами внутри сейчас мы да есть они вот они это янтарь древний древний янтарь из тропических растений вот он отличается по цвету и на свету вот этот обычный а есть еще зеленый и голубой видите тут с разными мошками внутри вот какие-то я вижу даже их застывшие глаза в ужасе 100 миллионов лет назад сидела себе мошка никого не трогала и тут раз с пальмы что-то капнула на нее и капец вот изделия из янтаря тоже здесь очень популярны мы еще будем в магазине одном магазине в дорогом магазине ювелирных изделий где нам покажут голубой янтарь то стандартного качества и вот вы видите мотивы с игуаной где-то я только что вот игуана здесь игуана тут где у нас еще игуана игуана амира игуанов в различных суши но это не игуана это у нас этот как он называется геккон а вот такие у нас ползают по стенам в нашем доме и собирают комаров он больше на не на игуану она геккона похож они очень симпатичнее но это натуральный геккон это не гуан это геккон и кессиса о мы скажем сейчас она говорит не показывать где-то не за что почему потому что это символ символ плодородия сделаны из специального дерева который растет ну в тропических странах и как вы видите он такой крепкий достаточно она говорит ни в коем случае не показывайте ну что ж слов из песни не выкинуть и поделки вот эти вот поделки которые делают в доминикане из дерева который растет здесь это не железное дерево но очень-очень на него похоже но очень мощная насколько понимаю она тонет в воде но по твердости похоже на железо из него делают различные фигурки трости и вообще очень популярна в доминикане поделки с такого из такого дерева видите трубки заслуживающая внимание вещь в доминиканской республике это такой напиток называется мама хуана 200 вот что такое мама хуана мама хуана это напиток спиртной напиток в которой входит очень много разных ингредиентов в основном в основу его основу составляет стебли пальмы еще там очень много всяких ингредиентов везде разная рецептура но свойство одно очень помогает мужчинам очень хорошо для мужчин и его покупают как напиток для того чтобы ваша женщина была довольна всегда это ром внутри вот эти вот растения вкус такой достаточно специфичный но вот это вот то что вывозят туристы из доминиканы вот она здесь сухом состоянии и вот это вот в мокром насколько я знаю в сухом состоянии можно вывозить в самолете а вот в мокром по-моему отбирают чем славится еще доминиканская республика доминиканская республика славится одним из лучших кофе плантации кофе тут есть и кофе тут необычайно ароматный вкусный насыщенный замечательный запах пьют его всегда везде всюду и чай тут практически не знают пьют чай только европейцы американцы еще одно направление доминиканской республики это сига сигары сигары тут крутят вручную и вот это вот мы видим фирменные сигары до которые сделаны на фабрике на заводах вот а мы еще посмотрим как их делают вручную в специальной лавке но если вы будете в доминиканской республике обязательно купите себе коробку настоящих ручных сигар подарите либо своему мужу знакомому мужчине или если вы мужчина себе посмотрим что еще у нас есть конечно же как турист может уехать из доминиканской республики без магнитов без магнитиков без магнитиков и магнитиков здесь огромное количество специфическое мото такси мото такси доминикана так называемый и вот такие вот испуганные глаза у того кто сидит здесь и это правда потому что они носятся здесь как сумасшедшие вот видите какие глаза даст мы видим доминиканский герб и вот то о чем я вам говорил в предыдущем нашем посте вот этот соль дель мар это из да это натуральный настоящий а это у нас из серебра очень красиво выглядит необычно и повторяет полностью по форме и по почти по размеру вот у нас зуб настоящие акулы я так понимаю выколотый глаз тоже акулы выколотый глаз акулы и его же зуб самое интересное не интересно что вот эти вот вещи серебряные они продаются они продаются не поштучного штучка допустим сколько это стоит а мы и посмотрите что она сейчас будет делать она взвешивает на весах эту штучку она взвешивает на весах эту серебряную штуку и сейчас скажет ее цену и это будет стоить 2500 песо помните вам показывал купюру в 2000 песо вот 2000 песо еще 500 и у у вас будет вот это вот большая красивая штука которую вы можете привесить сюда на шнурке либо на цепочке и с удовольствием получить вот такой вот посыл денежный можно сказать себе видите у них серебро взвешивается и оценивается по весу они по изделию и конечно же какой какой у нас кабоеру без сомбреро сомбреро здесь делают из соломки от из всякой да из чего только хотите они очень легкие защищают от солнца даже на меня по моему защищают от солнце очень удобные а самые дорогие это панамы сделано нас из настоящей панамской соломки и стоит действительно ну не так уж много но тоже где-то в пределах четырех пяти тысяч песо и на сегодня на сегодня мы будем заканчивать а я пойду вот так вот пойду петь регги и танцевать доминиканскую бачату всем до скорого Sure 4 еще